Здравствуйте, уважаемые рукодельники и рукодельницы! Сегодня понедельник, я снова отвечаю на ваши вопросы, а потом я вам расскажу, какой конкурс и по какому поводу мы его проведем. Мария Саченкова спрашивает, в чем отличие гобелиного стежка от полукреста. Сама я не вышивала никогда гобелиновым швом, но точно знаю, что полукрест это вышивка в одну клеточку полукрестом, а гобелиновый шов это задействуется два ряда и ниточка идет наискосок из одной клеточки наискосок в другую клеточку. Но сама я не вышивала и поэтому точно не могу вам рассказать. Если кто-то вышивал и знает, как это делается, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а я это озвучу, расскажу людям, как это происходит. Правильно делать. Галина Литвиненко получила набор вышивка бисером на атласе и спрашивает, как можно погладить ткань, чтобы ее не испортить. Ну, я думаю, что нужно ее увлажнить и тепленьким утюгом погладить. Можно через марлечку. Будет, я думаю, что хорошо. Ничего не сделается. Это атласная ткань, она нормально себя поведет, а принт не испортится от влаги. Еще поступают вопросы довольно часто. Люди приходят и спрашивают, можно ли подобрать без вышивки, без картины паспарту и багет. Думают, что они на глазок подберут. Лучше этого не делать, потому что вот немножко тональность не совпадет и восприятие все пропало. Приходить лучше с готовой работой, для которой мы будем подбирать багет и паспарту, так как фотография этой работы даже на хорошем фотоаппарате будет выглядеть по-другому и может не совпасть тональность цвета и скорее всего так и будет. Будет не совпадать тональность и восприятие вашего произведения, если заранее сделать это все, будет испорчено. Поэтому нужно приходить именно с тем произведением, которое вы хотите оформить. И особенно для вышивки сложно с размером. Бывает, что она или затянута или наоборот она слабо вышита и тогда она растянется здорово. Поэтому может не совпать там буквально 5 миллиметров и все и уже часть работы будет закрыта. Поэтому лучше приходить с тем произведением, которое вы будете оформлять, уже конкретно сразу и подбирать и оформлять. Еще был вопрос, какая изнанка считается идеальной. Идеальная изнанка это конечно без узелков и без хвостиков вот этих, которые оставляют иногда. Многие не отрезают ниточку, а просто ее оставляют. Нужно ее продернуть. В одном из роликов я показывала, как нужно сделать заправить ниточку, чтобы она была не торчала и была красивая. Изнанка была красивая. Но самое главное, чтобы не было узелков. Потому что когда ребята их натягивают, эти вышивки, узелки как прыщики получаются на лицевой стороне. Некрасиво. Поэтому лучше делать без узелков. Перетяжки не страшно, если они не просвечивают через канву. А вот бывают перетяжки белая канва, перетяжка черной ниткой и она просвечивает. И тогда вообще беда. Получается очень некрасиво. Спрашивают, как часто я вышиваю. Я вышиваю каждый день. Хотя бы немножко, хотя бы полчасика, но каждый день. Сейчас у меня очень мало времени получается вышивать. Потому что у меня в семье сейчас все заболели. У всех ОРВИ. А так часа по два иногда, по три. Ночью получается в основном вышивать. Сегодня мало вопросов. Или я все вам рассказала. Или вы стесняетесь вопросы задавать. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я постараюсь на все ответить. Наконец-то у меня пять тысяч подписчиков. Поэтому мы решили устроить конкурс. На моей страничке ВКонтакте будет этот ролик. Нужно поделиться роликом с комментарием. Хочу оформление от Татьяны Лазовской. Потом напишите мне сообщение. Я участвую в конкурсе. Заявки будут приниматься до 18 часов 17 марта. И вечером того же дня мы проведем розыгрыш и выберем счастливчика, чью работу я оформлю в багет. Я отправлю почтой совершенно бесплатно. С вас только отправка работы почтой ко мне. Пять тысяч подписчиков у меня. Я даже не ожидала, что будет столько людей. Для меня это большой вообще сюрприз и большая радость и очень приятно, что люди вот так реагируют и относятся ко мне. Спасибо вам. Да, пять тысяч это больше, чем поселок городского типа. А 1 апреля мы собираемся приехать в Москву на атмосферу творчества. Там мы хотим встретиться с подписчиками, которые проживают в Москве. И, может быть, поговорим об оформлении работ. Если у них будет желание, я заберу их работы и оформлю у себя, а потом отправлю почтой обратно. Или, может быть, с кем-то отправлю в Москву. Может быть, кто-то поедет, и я смогу отправить эти работы с человеком, который поедет в Москву знакомым. Так что приезжайте на атмосферу творчества. Мы обязательно с вами там встретимся. Еще я машину свою продала. На чем я буду ездить, теперь придется отнять одну из машин у сына. У него две. Одна рабочая, другая его собственная. Так вот, одну машину я у него отниму, наверное. Ну, я шучу, конечно. Дело в том, что у сына машина одна простаивает, своя собственная. Он все время ездит на служебные. Поэтому мы решили, что зачем нам лишняя машина? И он предложил мне свою, и поэтому я свою продала вчера. Так жалко было прямо, как ребенка отдавала. Я ее и погладила, и поцеловала свою машинку. Она мне пять лет служила верой и правдой. Вот такие у меня дела. Вот так я живу. Не живу спокойно. Все время какие-то у меня передряги какие-то. В общем, все время что-то. Все думаю, когда-нибудь я буду жить спокойно или нет. Наверное, никогда. Наверное, все время у меня будет какие-то случаи. Все время какие-то со мной случаются приключения бесконечные. Без этого не получается в моей жизни ничего. На этом сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok